Бездомные животные – проблема не сегодняшнего дня. Собаки и кошки, свободно обитающие на улицах городов, всегда были привычной частью городской экосистемы. Большинство из них – брошенные или потерявшиеся, некогда любимые домашние питомцы и их потомки. Проблема бездомных животных – результат человеческой безответственности. В городе Нарва действует несколько волонтерских организаций, которые занимаются этой проблемой. Ну, вообще проблема бывших, скажем так, домашних животных существует в Нарве достаточно давно. Также в Нарве есть организации, недоходные организации МТЮ, так называемые, которые решают эту проблему уже десятилетиями. И всегда говорилось о том, что некий дом для бездомных животных, некий приют, может быть, не в самом законном понятии своего слова приют для бездомных животных, он должен в Нарве появиться. И вот, как бы, в общем-то, мечта зоозащитников сбылась. Сейчас здание, вот-вот, мы видим, будет готово, издано в эксплуатацию. Официально стоял срок сентябрь, но мы видим, что дело идет в срок, что хорошо. И совсем скоро, в общем-то, можно будет заселять туда первых жителей. На протяжении многих лет в воздухе витала мысль о строительстве некого дома для животных. И вот, на сегодняшний день в Нарве практически готово новое здание приюта для животных, которое было построено на деньги, выделенное государством на инвестиции для восстановления региона Ядовирума после коронакризиса. Однако, построить здание – полдела. Приют нужно содержать, им нужно управлять, животные должны быть накормлены, вылечены, их нужно пристраивать в семьи. Сейчас власти города активно занимаются поиском новому зданию оптимального способа управления, чтобы он не повис, так сказать, грузом на городе. Для этого должна собраться рабочая группа, которая и определит дальнейший план действий. На сегодняшний день в городе еще нет решения, каким образом будет происходить операторство приютом. Для этого мы хотим создать рабочую группу, которая соберет за один стол чиновников, депутатов, а также тех активистов, которые решают эту проблему в городе Нарва по сей день. И таким образом мы хотим найти наиболее эффективное и выгодное с точки зрения конечной пользы именно для животных возможность и метод, скажем так, меру, и решить все-таки, как это будет в городе. То есть на сегодняшний день есть несколько вариантов, и вот как раз-таки это мы хотим все вместе обсудить, с тем, чтобы сообща решить эту проблему, скажем так. Однако строительство в Нарве приюта для животных за миллион евро вызвало много споров и вопросов. Несмотря на то, что в городе действуют четыре организации, которые занимаются данной тематикой, ходят слухи, что хозяина для нового здания уже давно определили. Некоммерческое объединение Киасси Туба. Якобы именно оно должно въехать в новое здание. Поскольку такое решение активно лоббировал учредитель этого НКО, депутат городского собрания Нарвы Владимир Тарахтин. Однако, по словам Яны Кондрашовой, председателя фракции «Наша Нарва», вопрос еще не решен. Также по ее инициативе будет пересмотрен порядок выделения ежегодной финансовой помощи. Если в прошлом году на содержание приюта МТЮ Киасси Туба было выделено около 19 тысяч евро, то в этом году хотят данную сумму распределить поровну между четырьмя организациями. На самом деле сейчас вокруг этого очень много разных споров и внимание приковывается к этому моменту. Скажем так, мне приписывают то, что я инициировала равное распределение денег между четырьмя организациями. До сегодняшнего дня я считаю, что это действительно было справедливо, поскольку отсутствуют как таковые другие критерии, как можно было бы это сделать. Есть много споров о том, что необходимо было бы посчитать количество тех особей, которые, скажем так, находятся на попечении, на содержании конкретного МТЮ. Но я не считаю, что это правильно, поскольку оценивать, скорее всего, нужно с той позиции, сколько же все-таки животных пристраивается. Понятно, что есть статичное количество животных, которые по каким-то, может быть, заболеваниям и так далее находятся на содержании конкретного МТЮ, но мне кажется, это все-таки не тот основной критерий. Как раз таки сейчас на обсуждении среди фракций, депутатов, не знаю, как у чиновников, но тем не менее этот вопрос мы тоже поднимем. Как же распределять вот эти средства, распределять ли, да, и в каком названии либо какого-то порядка, либо это должна быть единоразовая помощь, и какие критерии брать в основу. То есть этот вопрос в ближайшее время мы также вынесем на обсуждение, и я думаю, что также привлечем сюда занятых в этой сфере активистов. На этой неделе уже состоялось несколько предварительных встреч и переговоров с чиновниками Департамента городского хозяйства, депутатами и представителями некоммерческих объединений, в рамках которых начали разрабатывать комплексный подход в решение с бездомными животными города. Был определен некий комплекс, скажем так, мер, возможностей, услуг, которые могли бы помочь этим организациям решать эту проблему. То есть одна из них, это, скажем так, тот законный минимум, это отлов кошек и собак в городе Нарва, бродячих кошек и собак. Поставка сейчас объявлена, поставка идет, мы ждем сюда всех заинтересованных, скажем так, в помощи городу решения этой проблемы. И на самом деле впервые эта поставка была разделена отдельно, проводится отлов, поставка на отлов кошек, отдельно на отлов собак. Почему это было сделано? Мы основывались здесь, во-первых, на статистику тех, скажем так, животных, которые, того количества животных, которые были отловлены за последние несколько лет, и таким образом была разделена финансовая составляющая, а само по себе желание, скажем так, и цель разделить поставку, как раз-таки заключалась в том, что мы знаем, что при строительстве данного приюта эта новость вызвала огромный резонанс среди жителей вот этого дома. И, в принципе, по-человечески можно понять, что люди жили, в общем-то, в спокойствии. Сейчас есть большой риск шума. Мы все знаем, что собаки издают лай, иногда это громкий лай, и совсем никто здесь не может гарантировать, что жители смогут сохранить свой покой. Мы надеемся, что эта поставка и это разделение как раз-таки и может, совсем не факт и нет гарантии, но может сюда придут те организации, которые как раз-таки смогут этих собак увозить за черту, скажем так, этого приюта, за черту, возможно, даже города. Еще одна, скажем так, мера из этого комплекса была то, что сейчас прошла и уже заключен договор на то, что жители города могут бесплатно при поддержке города стерилизовать и кастрировать своих любимцев. Отчасти это направлено на тех, кто такой возможности финансовой не имеет, и здесь бы мы, может быть, вместе с теми организациями, зоозащитниками, обратились бы к жителям города, которые, скажем так, имеют эту возможность сделать это за свой счет, все-таки оставили бы эту возможность для тех, кто, к сожалению, этой возможности на сегодняшний момент, и тем более в условиях последствий вируса, не имеет. Но это вот останется все-таки на совести жителей. И поставка прошла, договор заключен, возможностью можно пользоваться. Также ту же услугу оказывает тот же самый ветеринар, который находится на 10 минут 13. Я думаю, что информация о эту право еще должна пройти в медиа достаточно активно. Следите за последними новостями на сайте молодой ЕЕ.